здравия желаю уважаемые подписчики и пользователи тут спрашивали вопрос как вычитывать я сегодня провел замеры запускал вот этот мотор на 3060 в разных комбинациях вот он генератор на 3060 теплый еще и мотор на 280 чтобы вам объяснить как тут зарисовал вот последний раз вернее это первым не идет значит один значит тут один к десяти вот один час работает 62 лата может то что показал маслов подцепила 5 лампочек вот его на режим на режим вот такой поставлю чтобы вы поняли что все это работает вот режим один кисти вот режим на разных режимах один к семи по 5 лампочек на 28 ватт каждая вот режим ну как на каких режимах чуть не мерил один к четырем видите тут даже один к четырем без кондеров ровненько кондера не нужны я никто и последний один к трем пробовал один к трем пробовал то есть подготовка идет значит ждем батареи какие выбрать варианты вот такие примеры делал я вам не показываю весь процесс а тут что вы спрашивали как считать вот один к десяти значит 62 затраты по счетчику по счетчику 62 а тут вот за один час он берет 62 а выход за 11 часов 154 ватта видите а вот как считать спрашивали за час а вот как вот так считать смотрите делим на десять делим на десять и получается и получается потому что он в часе работает только десятую часть получается 62 62 ватта он берет за час а 15 4 выдает так вот на другом тут вот один час один к семи значит один час и восемь часов тут что получается тут сианистерами вот это я мерил сианистерами значит 114 ватт в час а за восемь часов 431 а в час сколько как посчитать делим на восемь вот эту сумму то есть за восемь и час делим на восемь восемь минут пятьдесят семь секунд он сейчас у работает 16 2 ватта потребления а выход 53 то есть вот на таком варианте уже лучше 53 дальше еще один вариант еще один вариант один к четырем значит 146 за час 146 но в часе он работает 15 минут то есть 15 минут всего то есть 36 ватт берет за час за час а тут выходит 73 то есть это вот никак не могли понять сколько за час многие а вот надо делить так как в части оно как так оно разделено по по времени то в части оно работает смотря как поделится если один четырем значит делим на четыре части а тут на пять тут за пять часов это потому что первый час когда первый час оно тоже дает выход вот этот 73 то есть в течение пяти часов дает выход 73 и в течение пяти часов берет 36 это когда один к пяти подсоединяем и вот тут значит один к четырем один к трем это невыгодно получается 162 видите но все равно КПД 200 где-то за час 162 а за но зато здесь видите зато здесь быстрее за четыре часа а за час видите 300 за четыре часа 36 когда поделим получается за час 54 а тут а за час 84 то есть 30 ватт остается в каждый час мало а вот здесь вот 73 здесь вот вот этот вариант самый лучший 53 ватта получаем то есть 53 ватта 16 нам назад надо 37 остается то есть мы можем значит по этой уже схеме можем зарядить значит поставить на десять часов и у нас будет значит 530 ватт то есть полную батарейку зарядим за ночь за десять часов при этом мы стратим 160 то есть где-то 300 на 400 ватт где-то зарядим что хватит 400 ватт хватит на целый день то есть ночью заряжать по такой схеме ну а чтобы было сразу где-то 200-300 ватт это вот схема у меня на скопу но там как я говорил генератор требует значит подпитки от этого подпитки на катушку возбуждения и получается что получается что еще катушка возбуждения берет получается тоже где-то 250 вот там у него кпд ну нам за кпд тоже гоняться это так смысла нет чтобы большое кпд быть тысячи нам хватит кпд 200% 100 мы отдаем назад и 100 потребляем вот и все а то что касается чтобы сразу брать сразу брать а вы понимаете что надо мощность увеличить в 10 раз то есть вот тот что у меня значит купить лучше с магнитами тогда у него кпд повысится с магнитами с постоянными магнитами и тогда у нас что получается у нас будет здесь допустим не 114 ватт в час а киловатт киловатт 100 а здесь у нас значит не 430 а 4 киловатта 300 в итоге получим каждый час будем получать 160 ватт тратить и 530 ватт получать то есть остается 300 ватт что вполне хватит на квартиру напрямую даже а если надо стиралку стиралку либо либо этот самый стиралку что еще мощное там печка духовка электрическая то надо запасать ночью запасать вот это батарейки все равно нужны но и ночная вот это пойдет когда будете стирать а ночное пойдет то есть смысл в чем чтобы оно не шумело днем если в хате вставить ночью мы запасаем вот такой вариант а днем используем а для постоянных для постоянных надо двигателей побольше так я и говорил значит движок ведущий движок который будет тянуть на 5 киловатт а движок генератор на 15 киловатт но это в квартире будет грохот тогда на дом хватит и то соответственно у нас тут прибавятся цифры вместо допустим если тут на 360 а будет на 5 значит в 12 раз вот тут в 12 раз будет расход больше а тут же то в 12 раз будет выход больше то есть получится где-то 5 ну 5 с чем-то киловатт за 8 часов а за час ватт значит где-то 500 500 ватт вот тогда хватит что и не запасать то есть в любом случае придется запасать ночью на таких ну это вот такие варианты они пока значит готовы уже все как сегодня показал то есть им надо батарейки а чтоб построить мощные чтоб питать не квартиру а дом это нужно средство пока это как говорится не светит такое вот о чем хотел поведать большое спасибо за внимание кто слушал желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне мы уже победили остались только технические заработки